И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен новой интересной тематике. Все это, конечно же, будет связано с игровыми видеороликами, но будет новая определенная идея, которую предложил подписчик на одном из стримов, которая может перейти в какую-то определенную рубрику на 5, может даже больше, видеороликов. Но это по большей степени зависит от активности и интереса у вас к подобным видосам. Ну и если вкратце, то это идея, при которой мы будем рассматривать лучшую пушку для определенных корпусов. То есть есть у нас определенный корпус, и я в видосе буду как бы показывать, с какой пушкой лучше всего, а может несколькими пушками, лучше всего использовать то или иное вооружение. Сегодня у нас будет тот корпус, на котором я уже довольно длительный период времени не играю. Сочетание, которое, возможно, кто-то помнит, возможно, кто-то даже на нем сам играл. Играл долгий, длительный период времени, но это было где-то, может, год, может, больше назад, когда это было реально очень сильно актуально и жестко. Ну а сегодня мы все это дело вернем, покажем и рассмотрим корпус Хантер с пушкой, которая, как по мне, максимально качественно и максимально грамотно, что касаемо устройства, мы возьмем, давайте, иммунитет от Эмми, максимально грамотно подходит под данный корпус, а именно Хантер. На мне одеты смоки, вы думаете, что это смока, но нет. Я вас огорчу, это жига, это зажигательная смесь, это то сочетание, которое очень люто нагибало в регби до выхода всех новых устройств на корпусы, всех супер-мега крутейших летающих корпусов по типу Хоппера. Это было классика жанра, и это было очень крутое, жесткое, прибыльное, пармельное, бомбическое вооружение. И сегодня мы его затестим. Что касаемо дрона, то я беру защитник, как и в старых лучших традициях, под лучший, как по мне, корпус пушкосочетанием. Короче, под лучшую комбинацию того времени идеально подходит, конечно же, защитник. От бустера смысла особо нету. Можно было бы еще, конечно же, затестить с ловкачом, например, в регби, да, там нереально быстро лететь. Но мы забудем про то, что есть ловкач, и будем играть с защитником. Что касаемо боев, сыграем регби и сыграем контроль точек. Это два, как по мне, лучших режима, которые подходят для этого вооружения. Можно, конечно же, было бы еще попробовать захват флага. Там, я думаю, что тоже эта комбинация очень хорошо может себя показать. Но будем пробовать такую темочку. В чем же плюс этой комбинации и почему именно Жига с Хантером, почему не что-то другое, почему не, там, условно, какой-нибудь Гром, там, Гаусс или еще что-то. У вас есть максимально большое количество урона, которое выдает пушка. И есть корпус, который может в нужный тайминг либо застопить, либо предотвратить доставку, да, какого-то молодого человека. И в совокупности у вас получается комбуля, которая дает вам возможность и быстро увозить там ставить, стопить и как-то за счет этого влиять на определенные ситуации. И пушка, которая наносит по факту самое большое количество урона в игре. Да, вы скажете, что есть Изида, которая будет наносить еще больше, но с Изидой, во-первых, есть большие ограничения по баллону, то есть его меньше. И также вы не можете уничтожить сразу там 2-3 танка за счет возможности, которые есть, например, у Жиги, есть у Фреза, да, то есть у пушек. С продувной такой вот возможностью. Ладно, пока не особо что-то круто получается, пробуем. Сейчас уже будет овердрайв, я думаю, что за счет него можно будет попробовать сейчас где-то более жестко ворваться. Нам, конечно же, желательно контролировать мяч и делать какие-то более грамотные заходы, более грамотные траектории выбирать. Для попытки как минимум доставки мяча есть хоппер, который меня, конечно же, стопит, но аптечка есть. ХП достаточно было, я хотел сказать, для доставки, но, к сожалению, Арес решает, что он сможет сделать немножечко все другим образом. И он забирает у меня мяч, здесь еще влетает хоппер, доставка есть. К слову о том, как лучше и где лучше и насколько грамотно там стоит прожимать овердрайва на Хантере, я все-таки предпочитаю больше иногда подсейвить овер на этом корпусе, нежели просто впустую дать овер, который особо тебе ничем не поможет. А потом в нужный тайминг, когда там противник будет, например, пытаться доставлять, либо там тебе надо, чтобы доставить, там какую-то супер гениальную мутку бакнуть, да, у тебя овера в этот тайминг не будет. Поэтому, если у вас есть возможность немножко подсейвить, то лучше его сейвить, да, выигрывать чуть-чуть больше времени, но и не играть так, как сыграл наш тиммейт с Мамонтом. Это, конечно, было очень плохо сыграно. Ладно, 1-1, пока не сказать, что что-то у меня получается, все такая же доминация сейчас в матчмейкинге у хопперов и даже у той же вот этой вот коробки я прожимаю овер абсолютно не в тайминг и абсолютно, как я уже сказал. Ну, вот в тот момент, когда надо сделать грамотный мув, не получается это сделать, может быть, из-за того, что давно не играл и не знаю, насколько далеко овердрайв работает у нас на Хантере. Это тоже определенного рода проблема, но ладно, не будем отчаиваться, будем стараться вытягивать. Ну и, к слову, очень большой фокус, да, то есть у меня как бы средний корпус, защитник должен быть хороший, как бы сейв, и я не должен так быстро погибать, но по факту как-то очень тяжело, очень тяжело пока что идет и, как вы видите, в регби сейчас себя, ну, не очень хорошо показывает данное сочетание, все-таки летающие корпуса преобладают в этом плане и имеют некое преимущество, но мы по этому поводу отчаиваться не будем, может, еще что-то зависит от команды, поэтому пробуем, пробуем, пробуем как минимум забирать первое место, ну и стараться выигрывать, доставлять, 2 минуты еще есть, шансы, по сути, у нас имеются, и можем пробовать. Я думаю, что может все здесь получиться, при том, что овердрайв у меня есть, можно сейчас подобрать мяч и поймать тайминг, 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 именно он сейчас может жестко зарешать, есть, конечно, Гаусс, который делает сводку, он с бустером, там очень много дэмэджа будет влетать, и я, честно говоря, не знаю, как мне поймать такой тайминг, к сожалению, но доставляю, к сожалению, не дотянулся, как всегда, но доставочку оформил, очень хорошо, хотел дотянуться до хоппера, но, к сожалению, расстояние, расстояние решает очень многое на Тантере, и я, к сожалению, не знаю, пофиксили, может, стал меньше дистанция, при которой стопит, поэтому немножко мне тяжелее в этом плане, ну ладно, доставочку одно оформили, сейчас попробуем выждать немножко тайминга, может быть, получится у наших тиммейтов отобрать зону, чтобы я мог доставить, и... нет, все-таки меня сосуля сливает, но... в общем и целом, все равно неплохо, 2 минуты... ой, минуты до конца, 2-2, 60% овердрайва у меня есть, и... было неплохо, сейчас не дать доставить, не дать доставить, не дать доставить, доставить, но хоппер застопил, и я остался не удел, и ничего не смог с этим поделать, просто отдал доставку противнику, может быть, стоило лучше одеть иммунитет от оглушения, но против есть пробитие, есть Крусейдер, который также пробивает, и поэтому, ну, тоже спорно, спорно, спорно брать его, лучше не стоит его брать, так, пробуем доставлять, пробуем доставлять, но у нас есть тиммейт, который забирает зачем-то мячик, при том, что у него даже хп особо не было, есть еще один тиммейт, который на кризисе, да, летит 10 секунд до конца, по идее есть шансы у него, какие-то минимальные на доставку, но все равно они утекают, и мы, к сожалению, проиграем данный бой, но для такой катки, в принципе, результат неплохой, результат неплохой, довольно серьезная команда попалась против, ну и у меня не было такой сверх жесткой командочки, которая меня бы могла бы подбустить, подсаппортить, чтобы мы могли потянуть, поэтому, ну, при такой темке неплохо, неплохо, определенно неплохо, пока что та идея, которая была у меня в голове по поводу того, что можно там застопить и накидать большое количество дэмэджа, все это дело работает очень эффективно, и вот у нас второй формат, это контроль точек, режим верни, и здесь уже будем стараться тоже выигрывать и быть максимально полезным. В регби просто, ну, определенная проблема, то, что там преобладают и более жестко нагибают ховертанки, да, то есть, поэтому здесь нет никакого удивления, и понятно, что моя хантера-жига, если бы игралась без этих всех ховертанков, показывала себя, ну, в разы лучше, да, так моментами где-то тебя могут подстопить, где-то еще какая-то дичь произойти, и все, да, то есть, ты не выиграешь момент только из-за того, что у противника есть ховертанк, который прожмет овердрайв, и тебя быстро чпок. Ладно, у нас все уже забыто. Регби. Стараемся выигрывать. Три килла есть. Надо попытаться упасть на контроль точек. Желательно, желательно, желательно попробовать законтрить центр и вот эту левую часть. Я думаю, что от нее больше всего будет зависеть в этом бою. Ну и пытаемся. Пытаемся. Есть овердрайв, можно было бы прожать, но я понимаю, что я могу и так уничтожить все эти три танка. И вот может на рикошет стоит прожать. У меня баллон закончился. Подстопим его. Выиграем чуть-чуть тайминга. Да, и быстро уничтожим. Хорошо, идет. Семь киллов уже в хантер-жиге. Работает. Как и должна себе показывать данная камбуля. Но в очередной раз как-то тяжело, тяжело, тяжело. Может из-за того, что днем записываю видос. Не так много игроков, которые шарят за то, что надо делать. Хотя это очень странно звучит, да. То есть как бы контроль точек. Не получается пока что у моей команды. Но нам надо стараться все равно выигрывать. Пока неплохо. У меня лично пока неплохо все получается. Команды в целом пока что... Ну так себе. Так себе нас пока что пытаются нагибать. Так, точку захватываем. У меня есть овердрайв, который можно куда-то дать. Куда-то дать. Уничтожаем еще одного. Мне было бы неплохо вот сейчас пробовать запушить респ. Сидеть там. Но проблема вся в том, что мы точки не можем контролировать. то есть у нас нет контроля точек. Если бы у нас был бы контроль точек, то можно было бы пробовать... Ай, застрял. Можно было бы пробовать пушить больше, да. То есть закрепляться на вражеском респе и за счет этого там уже работать красиво. Но пока что не получается этого сделать. Так, Вадимчик залагал. Хорошо. Окей, Вадимчик. Вадимчик. Чуть подустал, может быть. Злого танчика мы быстренько срубаем. Есть два противника, которые тоже пытаются ехать на эту точку. И ладно. Я хотел уже прожимать овер. Смотри, что молодой человек стоит. Без расходки. Да, и хорошую еще. Сосулечку тоже дает. Чисто в землю. Так, ну, 300 очков. 300 очков за полубоя. Результат очень неплохой. Для подобной комбинации. Но результат меня не может устраивать, потому что мы проигрываем. Мы проигрываем. И вот есть тайминг, при котором в террории могу вот такие моментики уже организовать и сразу быстро двоих сдугать. Хорошо, но контрольных точек видите, нету. То есть я бы мог бы где-то вот здесь вот вокруг вражеского респа кататься, где-то площадь, выигрывать тайминг. Если бы мои тиммейты могли бы спокойно контролировать точки. Да, и это было бы намного полезнее. Намного. Прям в разы. Да, то есть нежели я буду просто кататься по точкам. Я бы выигрывал тайминг. О, рековер прожимает. Просто на один танк. Хорошие овердрайва, молодые люди. Очень неплохая работа. Ну ладно, наконец-то походу моя команда начинает катать. Мы начинаем выигрывать. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Была возможность поехать налево, проконтролить точку, но также на центр точка уходит. Поэтому стараемся подсейвить ее. Центральную сейвим. Хорошо. Сразу пытаемся чуть-чуть подпушить, забрать еще танк. И есть хантер, который... Ой, хантер, говорю, титан, который пытается забрать точку. Мы его тоже быстро срубаем. Мои тиммейты также помогают мне забрать точку. Рельса прожимает овердрайв. Полторы минуты до конца мы начинаем вести. И по идее это может быть победка. Та самая, которую я очень сильно хотел. Прожимаем овердрайв на центре сразу. Сходу сливаем два их. И отправляемся на пуш вверх. Потому что здесь есть два оппонента. Есть также сосуля, есть также овердрайв у хантера. В один тайминг, что один, что второй их прожимают. Это очень неплохо. При том, что минута до конца. И сейчас из трех точек. Она уже на другую поеду я. Вот сейчас мы быстро сливаем одного. Также можно зарубить хантера. Также можно быстро слить митинга. И также можно слить этого ареса. И ставить противника сейчас пытаться забирать точку. И добавку здесь уже можно в спину оформлять. Как раз на тайминге. Хорошо. Блок конечно не сработал. Есть овердрайв и есть у титана купол. Очень хороший тайминг. Чтобы сейчас просто а ну даже наш хантер это делает. Мне даже не потребовалось этого делать. Хантер фриз очень тоже неплохо старается выигрывать бой. Мне нравится когда тиммейты хотят так же как и я каточку потянуть. У нас точка уходит. Но остается крайне мало времени. Поэтому я могу уже пушить и прожимать вот такой овердрайв того мы имеем победку 6 на 6 плато 32 килла 660 очков шикарно просто шикарно очень грамотно и глубочайшему сожалению это то вооружение про которое очень многие забыли и очень многие не берут вообще во внимание что такая камбуля очень хорошо эффективно себя показывает вот вам хантера жига вот вам корпус на котором по сути сейчас никто не играет и он практически не актуален в матчмейкинге но он смотрите насколько эффективно работает насколько круто можно при такой лучшей просто максимально лучшей комбинации для корпуса хантера жиги показывать результат матчмейки как-то так друзья как я уже сказал хантер не является на данный период времени тем корпусом который многие используют и вообще ну как бы не является актуальным может не является сверх нагибаторским чтобы его использовать на постоянной основе но если мы берем во внимание исключительно этот корпус и думаем о том какая пушка максимально грамотно и качественно подходит и где можно и как и с чем реализовать то хантера жига защитник контроль точек идеально будет показывать себя в осаде тоже можно играть спокойно на конечно не супер огроменных картах но на средних картах я думаю что это сочетание как и в старые добрые времена будет себя показывать максимально качественно и грамотно как-то так у меня друзья на этом сегодня все если вам понравился видеоролик если вы хотите продолжения то во первых пишите в комментариях какой корпус вы бы хотели видеть в следующем видеоролике с чем мне вообще работать и какую комбинацию придумывать да то есть например это будет васп или это будет там мамонт или еще что-то и уже будем мыслить по этому поводу ну и если вам это реально понравилось то поддержите видеоролик лайк мне будет очень приятно подписывайтесь на канал если еще не подписаны с вами мистер Ванька всем друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока